Девушки отдыхают Я понимаю, тебе удобно, чтобы все осталось по-прежнему, но меня это не устраивает Кристина, может не будем торопиться, можно попробовать Я все для себя решила, и тебе тоже придется принять решение Ты что, вот просто так возьмешь и уйдешь? Да, так будет честнее Кто она? Я имею право знать, ради кого ты меня бросаешь Я не понимаю, зачем тебе это? Но это Кристина Кристина Арбузова? Ты же ее ненавидел! Ну, прости, так получилось, я ее люблю А о нашем ребенке ты подумал, сволочь! У Маруси через неделю день рождения Отличный будет подарок Папа ушел к любовнице Может обойдемся без сцен? Я прошу тебя Не порть ребенку праздник Останься хотя бы на неделю Хорошо Я останусь на неделю Но потом Я сразу подам на развод Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Убитую обнаружили пенсионеры Из группы скандинавской ходьбы Ну, судя по всему, девушка тоже пришла в парк Позаниматься спортом Санитары, забирайте тело Санитары, забирайте тело Кровь на кирпичи Кровь на кирпиче пролежет убитой Отпечатков пальцев на орудии убийства нет Ну, в общем, никаких сюрпризов Понятно Санитары Дочь совладельцы Как наследница Как наследница первой очереди Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кровь на кирпичи Есть интересная информация Насчет Кровцова В последнее время он часто звонил Кристине Арбузовой Позвал в ЕСМС, заказывал цветы Ну, в общем, похоже, что у них роман Зарецкий подтвердил Вчера в 8 часов вечера Они с Левтиковым разговаривали по видеосвязи Сам Зарецкий весь день из дома не выходил Ну, это можно проверить По записям камеры в его подъезде Кровцова еще не видел Он сегодня не вышел на работу Поняла, спасибо Шустав опросил сотрудников офиса Оказывается, Третьяков давно мечтал Стать совладельцем компании И занять руководящую должность Ну, тот солдат, который не мечтает стать генералом Значит, получив долю в основном капитале Он вряд ли стал бы ее продавать Вот почему Кровцову и Зарецкому было выгодно Чтобы доля Арбузовой досталась не Кристине, а Третьякову Можно? Да, Андрей, что у тебя? В последнее время Зарецкий и Третьяков Часто созваниваются в нерабочее время Хотя до этого общались только на работе Незадолго до смерти Арбузовой У них появились новые темы для разговора Очень интересное совпадение У Зарецкого и Третьякова твердое взаимное алиби Погодите, это еще не все В ноутбуке Арбузовой Я нашел странное письмо Отправленное по электронной почте Зарецкому два дня тому назад Не надейтесь, вам это срок не сойдет Как интересно отреагирует ваша тяжелобольная жена, когда узнает, что вы нагуляли дочь на стороне Жена Зарецкого уже два года лечится от рака Получается, у него был мотив избавиться от Арбузовой Он хотел сохранить семью и уберечь больную жену от нежелательной информации Но я не нашел никаких следов любовницы Зарецкого Или второй семьи, хотя Зарецкий мог хорошо шифроваться Зарецкий и Третьяков могли действовать в сговоре, преследуя каждой своей цели В ФЭС расследует убийство Наследницы крупного бизнесмена Кристины Арбузовой Под подозрением двоюродный брат Кристины Дмитрий У него был мотив избавиться от сестры Чтобы завладеть наследством Также у Кристины был конфликт С другом отца Алексеем Зарецким Она угрожала сообщить его жене, что у него есть внебрачная дочь Я не понимаю, по какой причине меня задержали Я не убивал Кристину В конце концов, у меня есть алиби У вас в подъезде нет камеры наблюдения И ваше алиби подтверждается только фактом разговора с Зарецким И что, этого недостаточно? Вы общались больше часа Если не секрет, на какую тему Мы обсуждали деловые моменты У нас есть основания предполагать, что Вы избавились от своей сестры ради наследства А Зарецкий обеспечил вам алиби На рукаве куртки Третьякова Микрочастицы глины, песка и оксида алюминия Я так и думал, что его алиби липовое У вас нет улик Это все только ваши домыслы и фантазии Спасибо Ух ты, а вот и улики На рукаве вашей куртки обнаружены компоненты, входящие в состав керамических кирпичей А по-моему, именно таким кирпичом была убита ваша сестра Я мог просто где-то испачкаться В конце концов, я каждый день выгуливаю собаку по пустырю, где находится кирпичный гараж Мог где-то случайно прислониться Ну, конечно, возможно, такой вариант Хотя Послушайте У меня не было смысла убивать Кристину ради наследства Именно об этом мы разговаривали с Зарецким Я и так все получу Борин, ну что? Из архива поликлиники я запросил медкарту Арбузова Чтобы проверить, действительно ли причиной смерти стал сердечный приступ Ты прав Подозрительно, что отец и дочь уходят из жизни друг за другом с разницей в пять месяцев Ну и что ты выяснил? Ну, с причиной смерти все чистое Меня другое озадачило У Арбузова четвертая группа крови А если у родителей у кого-нибудь четвертая группа То ребенок может родиться с любой группой крови, кроме первой Закон Менделя о наследовании гомогенных признаков Так вот, у Кристины первой группы крови Она не может быть дочерью Арбузова Я собирался через суд дезавуировать наследственные права Кристины Поскольку узнал от Зарецкого, что она не является дочерью Арбузова Так, а она об этом знала? Поскольку Михаил Петрович не оставил после себя завещание То ты не имеешь права претендовать на наследство Все должно достаться законному наследнику, то есть У тебя крыша поехала? Угу С чего ты взял, что я папе не родная дочь? Это информация от друга семьи, которому можно доверять От какого еще друга семьи? От Зарецкого, что ли? Ну Ну Да А он-то откуда знает, дочь я или не дочь? Скажем так, у него есть доказательства Какие еще доказательства? Он что, свечку держал? Ну, ты же знаешь, что они вместе дружили еще с института С твоим отцом и с твоей мамой Да мало ли кто с кем дружит Тоже мне аргумент Зарецкий просто Да идите в оба к черту А что если настоящий отец Кристины Зарецкий? И она откуда ты об этом узнала? Точно Чтобы отомстить Зарецкому за то, что он всю жизнь врал, прикидываясь другом семьи Арбузова решила рассказать все его жене Дочь на стороне – это она Алексей Вадимович, скажите, Кристина была вашей дочерью? С чего вы взяли? Ну как, вы 20 лет молчали, а после смерти Арбузова решили воспользоваться этой информацией Ну, чтобы лишить девочку наследства Какая ерунда Вот мне интересно, вы после этого считаете себя порядочным человеком? Да вы ничего не знаете И совсем было все не так Ну, расскажите, как на самом деле Жена Арбузова не могла иметь детей И 22 года назад Арбузов подкупил главного врача роддома Чтобы на нее записали девочку, от которой отказалась мать После родов И вы, как добрый друг семьи, знали об этом? Вы не понимаете, я никогда бы не придал этой огласке Если бы Кристина не решила продавать свою долю Она сговорила с конкурентами и они бы нас уничтожили Не сомневайся, у нас все получится Я найму самых лучших адвокатов И все достанется тебе, как единственному наследнику Да, хорошо, я понял Я понимал, что все это туфта и доказать мы ничего не сможем Но я должен был сражаться за компанию Она все дело моей жизни Там все мои деньги Тогда на что вы рассчитывали? Хотел запугать Кристину Сказать, что ее долю заморозят Что ее затаскают по судам И они так просто будут продать эту долю Вы полагали, что Арбузова, чтобы избавиться от головной боли Продаст вам по дешевке свою долю Игорь, я провел экспертизу Донка Зарецкого Он действительно не отец Кристины Да, хорошо, спасибо Алексей Вадимович, скажите, а почему Кристина решила, что вы ее отец? Она раскопала наши студенческие фотографии Ну и узнала, что когда-то я ухаживал за ее матерью И сделал неправильные выводы Вот и все Андрей, ты чего такой мрачный? Следы кирпичной пыли на куртке Третьяковой Идентичны кирпичам гаража на пустыре у его дома И не совпадают с орудием убийства С него и Зарецкого сняты все подозрения Но есть еще треть владелец компании Матвей Кравцов Здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер, нам бы увидеть хозяина дома Матвей! Это к вам День добрый, федеральная экспертная служба Капитан Шустов, капитан Данилов Граждане Кравцов, нам бы хотелось задать вам несколько вопросов Да, проходите Матвей Здрасте Здрасте Что-то случилось? Нет, это по работе Иди к Маруси, уложи ее Проходите Проходите Присаживайтесь Спасибо Вчера вечером была убита дочь Михаила Арбузова, Кристина Да, я знаю, мне звонили из офиса А где были вы вчера вечером в районе восьми? Я был в киноклубе Лео с женой и дочкой Там был детский праздник в связи с премьерой мультфильма Матвей, а какие отношения у вас были с Кристиной? Мне кажется, уже глупо скрывать Два месяца назад у нас начался роман Только, пожалуйста, не говорите жене Вероника ничего не знает, она всегда мне доверяла Лиза, скажите, какие отношения у ваших хозяев? Не знаю, мое дело убраться и еду приготовить А что у них там происходит, меня это не касается Сейчас ваше дело честно отвечать на мои вопросы А вы не должны ничего скрывать от следствия Ну, у них в последнее время что-то не ладилось И они вроде собирались разводиться из-за какой-то бабы ФЭС расследует убийство наследницы крупного бизнесмена Кристины Арбузовой Под подозрением двоюродный брат Кристины Дмитрий и друг ее покойного отца Зарецкий Выясняется, что оба они не причастны ФЭС узнает, что у Кристины был роман с еще одним партнером отца Матвеем Кравцовым Кравцов ради Кристины даже собирался оставить семью Убийство Арбузова могло быть не связано с бизнесом Может она пыталась увезти Матвея Кравцова у жены А та ее тупо грохнула Ну да, банальную ревность еще никто не отменял И не только ревность Кравцова материально очень зависит от мужа Со дня свадьбы не работала, она наслаждалась жизнью статуса жены преуспевающего бизнесмена Ну, сама Кравцова соперницу не убивала, у нее альби Много раз светилась на камерах во время детского праздника в киноклубе Так, у меня кажется кое-что интересное В течение последнего месяца Кравцова через интернет-сервис переводила со своей карты крупные суммы В общей сложности 500 тысяч рублей Начит электронный кошелек Зарегистрированный с помощью левого телефона С того же телефона Кравцовой приходили сообщения в мессенджере Сможешь их восстановить? Не получится, она все удалила Около месяца назад мобильник Кравцовой и левый телефон несколько раз локализовывались рядом друг с другом в районе боулинга Значит, сначала Кравцов закрутил роман с Арбузовой Спустя месяц его жена начала переводить кому-то деньги А потом Арбузова убили Вывод – жена Кравцова наняла киллера Приплатила ему просрочку Это запись камеры наблюдения из Донны Флоры Ну, скорее всего, это и есть киллер, которого Кравцова наняла для убийства соперницы Мужик высокий, сильный, вполне подходит под типаж наемного убийца Да, и красавчик, к тому же Никто не испугается при его виде Для заказчиц и киллера у них слишком нежные отношения Так, ну-ка останови запись Кадр увеличу Слушай, девица, которая фотографирует на телефон за колонной – это Лиза Проскурина, домработница Кравцовых Сейчас, пару секунд Проверю геолокацию Левый мобильник, связанный с электронным кошельком, на который Кравцова перечисляла деньги Всегда локализовывался рядом с мобильным Проскуриной Так, значит, это ее второй телефон, а не красавца киллера Проскурина Елизавета Павловна, 28 лет, троюродная сестра Кравцовой Год назад приехала из Азимовска и живет в доме Кравцовых Предположим, Проскуриной стало известно о том, что ее хозяйка изменяет мужу Она выследила Кравцову, сфотографировала ее с любовником И начала она не нашантажировать Кравцова перечислила 500 тысяч, а потом муж сообщил ей, что уходит в другой и подает на развод Но ей больше незачем было скрывать от него свою измену Домработница, согласно ее показаниям, знала о предстоящем разводе Наверное, ей стало известно и то, к кому Кравцов собирался уйти от жены Кто она? Я имею право узнать, как для кого ты меня бросаешь Неужели это важно? Это Кристина Кристина Арбузова! Ты же ее ненавидел! Прости, так получилось, я ее люблю Проскуриной было ясно, что продолжить шантаж она сможет только в случае, если Кравцов останется в семье А для этого необходимо убрать с дороги его любовницу Правильно, поэтому она выследила Арбузову и убила ее А Матвея нет дома А мы не к нему, мы хотим пообщаться с вашей домработницей С Лизой? А ее тоже нет Она взяла расчеты и уехала домой Угу, когда? Представляете, эта дрянь решила на прощание нас обокрасть Мы ее прям за руку поймали Проскурина как сквозь землю провалилась Угу, ее мобильник вне зоны, сигнал не пеленгуется Кравцова сказала, что она пошла через лес на остановку рейсового автобуса И с тех пор проскурина никто не видел Судя по информации из аэропортов, железнодорожных автовокзалов, Москва она не покидала Правда, есть еще попутки и такси, на которых можно уехать без документов Ну, ее уже объявили в розыск, будем ждать результатов Да, я платила шантажисту, я не могла допустить, что мой брак рухнет из-за такой глупости А какую сумму требовал шантажист? Два миллиона Я начала выплачивать частями Потом муж сказал, что уходит Кристине И я написала сообщение, что больше платить не буду И вскоре после этого Кристину Арбузову убили Я получила сообщение, разлучницы нет в живых Прежний договор в силе А почему вы в полицию не заявили? Неужели вы не догадались, что убийство Арбузова это дело рук шантажиста? Я испугалась, ведь он мог убить и меня Я не знала кто это, не понимала кого бояться Мы тут выяснили Вас шантажировала домработница Лиза? Расскажите о вашем любовнике Его зовут Никита Мы случайно познакомились практически на улице После первого же сообщения от шантажиста Я сразу же прервала все наши отношения И с тех пор вы не общались? Нет, мы виделись это всего несколько раз Я все даты наших свиданий Помню наизусть Ну, я надеюсь номер его мобильного вы тоже помните? Помню, конечно Мобильник любовника Кравцовой отключился месяц назад в день их последнего свидания И больше в сети не появлялся Сим-карт, конечно, без регистрации Так нечестно, это знал Ну, получается, что этот Никита Шевченко с самого начала пудрил мозги Кравцовой Шевченко? А ты что, уже установил его личность? Ну, естественно Программу распознавания лица в интернете, ее никто не отменял Вот он, красава 24 года, нигде не работает Судя по фотографиям в соцсети Завсегдатый тусовок в ночных клубах Почему домработница стала за вами следить? Вы что, так часто заводите любовников, что она на удачу решила за вами шпионить? Она наверняка случайно меня засекла Раньше я никогда не изменяла мужу А тут Как будто без побода Бывает Никита такой молодой, кто бы мог подумать, что ему нравятся Те же книги, фильмы, музыка Мне казалось, я всю жизнь его знаю Проскурина, судя по локализации ее мобильника, посла любовников с первых встреч Как будто у нее был инсайд о месте и времени их случайного знакомства Слушайте, а что если Проскурина и Шевченко работали в паре? Я думаю, что они вдвоем составили план, как раскрутить Кравцова на деньги А почему нет? Проскурина дала Шевченко информацию о своей хозяйке И он специально ее соблазнил В принципе, возможно Но пока это только наше предположение А что если попробовать задержать Шевченко? Мы же его расколем за пять минут У нас нет оснований для задержания Но все же попробуем вывести его на чистую воду Для начала нужно узнать, где Шевченко тусуется сегодня ночью Один махит, пожалуйста Пожалуйста Добрый вечер Добрый вечер Меня Никитой зовут Очень приятно, Оксана Я вас раньше никогда не видел, вы здесь первый раз? Первый, но надеюсь не последний Ладно Ладно Мгут назад было, ладно Не хочешь потанцевать? А мы уже перешли на ты? Считаешь, что слишком рано? Думаешь, недостаточно близко знакомы? Недостаточно Но Я не против Познакомиться поближе Двадцать пять тысяч за ночь Чего? За кого ты меня принимаешь? Я не беру денег Зато я беру И я уверен, что смогу тебя очень сильно удивить Ну что? Ну На это мы посмотрим Кто кого удивится Поехали ко мне Я не понимаю, о чем вы? Какая Лиза? Ваша подельница С которой вы на пару разводили на деньги Веронику Кравцову На пару? Вы о чем? Я один работаю И никого не развожу У меня твердая такса То есть Веронику Кравцову вы не знаете? Нет, кто это? Теперь вспомнили? А, ну да Это моя клиентка Месяц назад меня нанимала для сопровождения Интересно, куда вы ее сопровождали? Да никуда Так просто гуляли Пару раз ходили в ресторан обедать До секса дело не дошло Я как бы играл роль пылка влюбленного Странная гена попала, да? Да мне до ее странности по барабану Главное платила хорошо А еще мне на первом свидании подарила классную мобилку с крутым номером Она сама мне звонила, назначала время, место встречи А на последнем свидании попросила обратно сим-карту Даже так? Да, послушайте, в чем вы меня обвиняете? Я хорошо проделал свою работу, клиентка была довольна, в чем проблема? Да вы не волнуйтесь, мы же не служба контроля качества Да? А кто он контрольную закупку делал? Обыск в квартире Шевченко ничего не дал Я прошерстил его контакты, проверил ноутбук, мобильник, все чисто Никаких пересечений, ни с проскоренной, ни с погибшей Арбузовой Похоже, он действительно просто мальчик по вызову За деньги исполнивший странную прихоть Кравцова Получается, Кравцова на самом деле не изменяла своему мужу Остается понять, для чего этот спектакль А может быть, узнав об измене мужа, она решила имитировать роман? Чтобы разбудить в нем репность? Думаю, что здесь все гораздо жестче У Кравцовой был план избавиться от соперницы чужими руками Она сыграла на том, что ее жадная дать денег домработница Получив возможность заработать денег, пойдет на все Чтобы не упустить деньги Кравцова наняла мальчика по вызову, разыграла с ним сцену любовного свидания Заранее подстроя, чтобы Проскурина случайно их засекла Оля, не главное, мне надо такое, что проверить Извините Куда мы идем? Ну куда? Просто гуляем Проскурина, проглотив наживку, стала следить за своей хозяйкой Сфотографировала ее в объятиях любовника и начала шантажировать Угу, Кравцова начала платить, перечислила пятьсот тысяч Но потом сообщила, что муж уходит к любовнице, так что денег больше не будет Проскурина не смогла смириться с тем, что лафа кончилась Выследила любовницу Кравцова, убила ее и продолжила шантажировать хозяйку Оксана, не хочешь ли сделать перерыв и попить со мной кофе? Я сейчас не могу, Борь, я нашла очень любопытную информацию Надо еще раз ее проверить Что это за информация? Две недели назад от имени Матвея Кравцова Через интернет была заказана доставка цветов для Арбузовой И что тут странного? Заказ был сделан из дома Кравцовых в тот момент, когда Матвей находился в офисе на деловых переговорах А вот жена его, судя по геолокации мобильника, была дома Получается, она заказала цветы для любовницы мужа? По-моему, это какой-то бред А если нет? А если Кравцов завел интрижку с Арбузовой? Согласие жены, потому что действовал в семейных интересах В смысле? Ну, например, он надеялся, что Арбузова, став его любовницей, дешевле продаст ему свою долю или передаст ее под его управление Ну, тогда Кравцову не было никакого смысла подстраивать убийство Арбузовой Она ей не соперница У Матвея с Кристиной не было романа Ох, по крайней мере, в офисе об этом никому не известно Я, я думаю, она не стала бы с ним спать Почему? Ну, потому что у нее отбоя не было от молодых перспективных ухажеров Зачем ей с женатой, с ребенком, да не так богат, как она? Ну, знаете, любовь взяла? Не знаю, не знаю Кравцов счастливо женат с Вероникой Как говорится, одна сатана Хотя, конечно, чужая душа потемки Матвей Алексеевич, нам нужна ваша помощь Вы не знаете, что означает татуировка на теле Арбузовой? Чьи это инициалы АС и дата 23 сентября? Кристина мне об этом не рассказывала Татуировку она набила еще до наших отношений У нас был такой договор о прошлом друг друга не расспрашивать Понятно Еще один вопрос У вас на фотографиях в соцсети часы на руке со встроенным GPS модулем Нам они нужны, чтобы проверить ваше передвижение в день убийства Арбузовой Тут такое дело Часы пропали Я второй день их найти не могу А может их прихватила ваша домработница Лиза? Ну, когда уезжала домой Вряд ли Мы с женой проверили Лизины сумки и заставили вернуть ее все, что она стащила Но если она надела часы на запястье под длинный рукав, вы могли не заметить? Нет Вы свободны Спасибо Что, гражданин Кравцов? Ищете тело вашей домработницы Елизаветы? Желаете снять с нее ваши часы? Так вот, тело проскуриной мы нашли еще вчера по сигналу GPS модуля И когда мы с вами разговаривали, она уже лежала у нас в морге А теперь мы убедились, что вы знали, где закопано тело Улезайте Руки за спину Вы прокололись на татуировке Фотография, которую мы вам показали, это фотомонтаж Да? Ловко придумано Никакой татуировки на самом деле у нее нет Вы не знали об этом, потому что никогда не видели ее раздетой Поймите, я не мог позволить Кристине продать конкурентам долю в компании Я умолял ее и уговаривал обдумать все хорошенько, бесполезно До нее было не достучаться Я понимаю, тебе удобно, чтобы все осталось по-прежнему Но меня это не устраивает Кристин, может не будем торопиться? Можно попробовать Я все для себя решила И тебе тоже придется принять решение Вы с супругой решили убрать Арбузову И для этого придумали хитроумный план Да, и он сработал Вы имитировали роман с Арбузовой А ваша супруга создала видимость интрижки с молодым человеком Чтобы Проскурина начала ее шантажировать Да, просчитать действия этой глупой и доверчивой барышни было не сложно Вы умело подтолкнули ее к убийству Арбузовой А потом убили Проскурину и избавились от тела Мы не планировали ее убивать Получилось случайно После убийства Кристины она сразу собралась к себе домой, наверное Планировала оттуда продолжить шантаж Но вы ее не отпустили? Сначала она должна была вернуть полмиллиона Которую меня забрала Я якобы случайно нашла у нее телефон с смс-ками от шантажиста Эта тупица Всегда носила его с собой Так значит это ты меня шантажировала, тварь? И любовницу Матвея тоже ты убила? Больше некому! Дай сюда телефон! Отдай! Отдай все мои деньги и вали в свой вонючий Азимовск! Иначе я прямо сейчас вызываю полицию Сволочь! Шлюха подзаборная! Ту-у-у! Пусти! Уйди от меня! Пусти! Пусти! Мразь! Матвей все снимал на камеру Мы отдадим флешку Куда вы дели вещи, добробутницы и орудия убийства? Матвей все выбросил в реку Что? Скажите Неужели меня посадят? Ну? А вы сами как думаете? Я же никого не убивала Просто хотела спасти бизнес мужа Мне нельзя в тюрьму У меня дочка совсем маленькая Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Подписывайтесь на наш канал Телероман! Ставьте лайки! Пишите комментарии! И не забудьте нажать колокольчик! Если вы мне не заплатите, я в суд пойду! Вы не имеете права мою зарплату удерживать! Слушай, я от твоей наглости фигею просто! Что, совсем шуль охренел, да? Тебе больше ничего не надо? Ну я же работал! Значит так, вали отсюда раков, понял? И на глаза мне не показывайся! Здоровье свое береги! Иначе я за себя не ручаюсь! Я требую, что вы ее арестовали, а? Я в сотый раз вам говорю, что она мошенница! Ребятки, слушайте, я за вас всю работу сделал ее! Вычислил, да? Почти арестовал! Молчите! Значит так, никуда ты не пойдешь! Ну, папа! Да, я не позволю тебе шляться по ночам с этим проходимцем! Я вообще-то совершеннолетняя! Ты что ты говоришь? И что? А то! Могу шляться с кем захочу! И вообще мы с Тимуром скоро поженимся! Ну что ты говоришь? Вы скоро поженитесь, да? Что вы вместе будете ноги брить и ресницы красить? Да он же не мужик! Он черт знает, что он пугало! Там, это, дверь открыта была! Здравствуйте! Лад, я тебя подожду на улице! Слабак! Чмо! Он даже мне ответить ничего не может! Ненавижу тебя! Ну зачем? Фу! Значит так, я объясняю еще раз! Для глухих и бестолковых мы ничего переделок не будем! Это не наш косяк! Тебе ясно? Да что ты говоришь! Мне просто реально сейчас очень страшно стало, да? Яичницу будешь? Буду! Папа, а ты что-нибудь слышал про теорию вероятности? Ну что такое слышать там? Черные шарики, белые шарики, а что? В общем, если верить этой теории, а у нас нет причины не верить, то... Ну давай ближе к делу! Короче, пап, с таким отношением к людям тебя рано или поздно кто-нибудь грохнет! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да на рынке бухгалтеров, которые платят все налоги, до хрена! Понятно? И стоят они гораздо меньше, чем я плачу вам, дорогая Анна Степановна! Понятно? Так что если дело так пойдет дальше, то через неделю вы окажетесь не на Мальдивах, а на бирже труда. Все понятно? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я очень рад, что мы друг друга поняли. Этот разговор больше не повторится. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА